МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьники Новосибирской области вновь сели за парты. Как вынужденные каникулы скорректировали программу обучения? Строительство, реконструкция и капитальный ремонт. Сколько новых амбулаторий и поликлиник примут пациентов? Главную елку Сибири отправили на склад. Репортаж о работе промышленных альпинистов в центре города. За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 5001 случаи заболевания коронавирусом. Подавляющее большинство пациентов переносят его в легкой форме. Несмотря на по-прежнему сложную ситуацию, в правительстве региона рассматривают возможность снять некоторые ограничения. С учетом опыта прохождения предыдущих волн, очень важно как своевременно вводить новые ограничения адекватной ситуации, так и своевременно готовить поэтапное снятие ограничений. Я просил... Так, ну, первое решение у нас уже вступило в действие с сегодняшнего дня. Всеобщий карантин в школах завершился. Школы перешли в обычный режим работы, опять же, с учетом эпидситуации в каждом отдельном учреждении. Я просил оперативный штаб также подготовить дополнительные решения по снятию ряда ограничений. Уже на этой неделе могут разрешить посещать салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты, бани и другие предприятия бьюти-сферы без предъявления QR-кодов, а также работодателям самостоятельно определять, сколько сотрудников отправлять на удаленку. А уже с марта разрешить проводить массовые спортивные и физкультурные мероприятия с участием болельщиков, разумеется, при соблюдении масочного режима и 50-процентной наполняемости трибун. И напомню, с сегодняшнего дня QR-код можно получить по справке о наличии антител. Для тех, у кого был положительный ПЦР-тест на коронавирус, такой сертификат выдается сроком на 12 месяцев. Если же факт болезни документально не подтвержден, но антитела есть, QR-код будет действительным на протяжении полугода. Информация обо всех пациентах автоматически обновляется на портале госуслуги. Школьники среднего звена сегодня вышли на учебу. Напомню, почти три недели дети занимались удаленно, уроки учителя проводили онлайн. Повлияли ли ограничения на успеваемость и как теперь будут проходить занятия, расскажет Екатерина Стывко. Шестиклассница Александра Шилова разучивает новое произведение на уроке музыки. Идет первая репетиция после трехнедельного дистанта. Как и стандартные школьные предметы, игру на фортепиано девочка осваивала заочно. На карантине было сложно, потому что мы с учительом выходили на видеосвязь, было тяжело заниматься. А почему? Ну, не знаю, когда человек объясняет через телефон, нельзя никак показать на клавишах, и непонятно было. Школа номер 168 с эстетическим уклоном, поэтому музыкальные и театральные дисциплины соседствуют в расписании с уроками математики, физики и иностранными языками. На дистанционное обучение на несколько недель перевели учеников среднего звена, а также девятых и десятых классов. Уроки для них проводили онлайн. Сегодня ребята вновь сели за парты, готовятся к предстоящим контрольным. Их впереди немало. Учителя будут оценивать уровень знаний после дистанта. Они регулярно присылали мне на электронную почту все свои домашние задания, все работы были, аудиосообщения, то есть они читали тексты. Мне кажется, дети, которые работают вообще всегда, они хоть онлайн, хоть оффлайн будут работать. Если дети, ну так скажем, не хотят и ленятся, то это они могут хоть так, хоть так делать. До конца четверти еще целый месяц. Время на повторение тем, которые ребенок, возможно, не смог освоить самостоятельно. Еще есть, чего не скажешь о выпускниках. На носу ЕГЭ идет активная подготовка к экзаменам, на дистант их не переводили. Главное сейчас не заболеть. У одиннадцатых классов каждую пятницу брали экспресс-анализ на ковид. При необходимости проводился ПЦР-тест, но у нас за этот период не было выявлено ни одного положительного теста. Пандемия внесла много коррективов в работу учебных заведений. Так, за каждым классом закреплен кабинет. Учителя приходят к ребятам сами. А расписание звонков составлено таким образом, чтобы даже на переменах школьники не пересекались. Пока рост заболевших ковидом среди детей медики не наблюдают. Екатерина Стывко, Сергей Жданов, Новости ОТС. Нешуточная борьба за детскую площадку развернулась на улице Кирова в Новосибирске. Коммунальщики не пускают на нее малышей из семейного садика, оспаривая не только использование общей домовой собственности, но и вообще законность открытия в жилом доме такой группы по уходу за детьми. Ситуацией разбирался Александр Попов. Примерно так каждое утро начинается прогулка малышей из группы по уходу. Председатель ТСЖ горой стоит за интересы жителей, детям которых вроде как не хватает места на площадке. жилья очень не нравится. Закон предполагает, что использование общедомового имущества коммерческой организации должно быть согласовано с собственниками и даже оплачиваться. Но что делать, если это детская площадка и используют ее малыши из группы по уходу за детьми? С таким конфликтом новосибирская судебная практика еще не сталкивалась. Как говорится, и запретить гулять нельзя, и запретить препятствовать этому тоже. Решается только через суд, либо по обоюдному согласию. Я говорю, вас беспокоит то, что грязно в подъезде? Она говорит, да. Я говорю, давайте мы будем мыть подъезд. Мы будем мыть подъезд несколько раз в день. Я сам буду в этом принимать участие. Мы вместе будем это делать. Если вас беспокоит детская площадка, что тоже есть, я говорю, давайте мы будем как-то участвовать. Будем облагораживать, будем что-то докупать. Но вот оплачивать ее использование, как предлагали коммунальщики, семейный садик не готов, да и не должен. За месяц работы детской группы из четырех малышей правление ТСЖ настроилось на бескомпромиссную борьбу. Инициированы проверки нескольких инстанций. Самое больше всего возмущает, что вот так вот бесконтрольно. Ссылая, что деятельность не лицензируется, не нужно ни пожарки, ничего, не нужно отдельного выхода смысла, а заходите. Однако образовательная лицензия не нужна. Для групп по уходу процедура открытия максимально упрощена. Запретить въезд на территорию тоже не удалось. Но несколько дней назад правление ТСЖ нашло интересный факт про директора. И новый виток противостояния не за горами. Давид Доценко, индивидуальный предприниматель, является еще и пастором церкви пятидесятников. На сегодня как правомерность действий ТСЖ, так и законность работы семейного сада рассматривает прокуратура. Александр Попов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. 10 миллиардов рублей потратят на развитие первичного звена здравоохранения Новосибирской области. Региональная программа рассчитана до 2025 года. Губернатор Андрей Травников поручил правительству взять реализацию всех проектов на особый контроль. И, соответственно, я всех призываю поменять отношение к реализации программы модернизации первичного звена. Это в первую очередь касается, конечно, Министерства здравоохранения своевременно готовить медико-технологические задания, закупочные процедуры. Но это касается в том числе и глав муниципалитетов. В части своевременной подготовки земельных участков, выбора оптимальных земельных участков, оказания содействия в подключении к сетям. Ну и, конечно же, Минстрой Новосибирской области, УКС, просьба каждого объекта сопровождать, вести, не допускать появления недобросовестных подрядчиков. В рамках программы должны построить и реконструировать 20 объектов здравоохранения – поликлиники, ФАПы, центральные районные больницы. Отремонтировать капитально планируют 23 врачебных амбулатории. Кроме того, документ предполагает финансирование на переоснащение медицинских учреждений. Уже в текущем году планируют направить на эту программу почти 2 миллиарда рублей. И смотрите завтра прямую линию с главой региона. Ровно в полдень Андрей Травников ответит на вопросы журналистов и жителей региона. Прямой эфир 22 февраля сразу на нескольких площадках. Канал ОТС, социальные сети, паблик правительства Новосибирской области и Центр управления регионом. Вопросы наш кол-центр принимает на WhatsApp и Telegram, по номеру телефона вы видите его на экране, а также на электронную почту интернет-собака-отс-тв.ру. В России могут ввести стартовый пенсионный капитал, то есть выделять молодым людям по 10 тысяч рублей из бюджета для того, чтобы они смогли начать формировать накопительную часть будущей пенсии. В Союзе промышленников и предпринимателей предлагают заводить специальные счета, которые потом можно пополнять в течение всей жизни. Однако в партии пенсионеров России за социальную справедливость к инициативе отнеслись критично. Там считают, что подобный счет должны открывать на каждого россиянина еще при рождении. Сначала аккумулировать на нем все государственные пособия на детей, а потом отчисления во время трудового стажа. Кроме того, в партии недовольны деятельности управляющих компаний, которые работают с пенсионными накоплениями. В прошлом году средняя доходность таких фондов составила 4,7%. В партии пенсионеров предлагают законодательно ввести минимальный уровень доходности хотя бы выше среднегодовой инфляции. Новосибирский снимает «Таракана». Два творческих объединения «Мир сначала» и «Апарттеатр» делают фильм о семейных ценностях. В ролях известные новосибирские актеры и их дети. Место действия ограничено стенами одной квартиры. За съемочным процессом наблюдал наш корреспондент Алексей Кудинов. Съемки даже краткометражного игрового фильма – процесс сложный. Юная София Казанцева работает наравне с актрисой «Красного факела» Екатериной Жировой. Даже крохотный эпизод требует по 7-10 дублей. И к самым юным артистам еще нужно найти подход. Дети не будут играть в кадре как профессиональные актеры, но они могут жить в тех декорациях и обстоятельствах, которые создали авторы фильма. Работать в кадре с детьми тяжело. Это, как говорил мастер моего курса, нельзя выпускать на сцену детей и собак, потому что это такие органичные и живые создания, что рядом с ними, каким бы хорошим актером ты ни был, они тебя продадут, потому что они-то не играют, они абсолютно искренни. В фильме «Таракан» заняты несколько профессиональных артистов. Да и сам режиссер многим известен по ролям в театре «Красный факел». По основу сценария лег рассказ новосибирского писателя Александра Бессонова «Спящий красавец». По сюжету героини Екатерины Жировой предстоит провести день с чужими детьми. Это может изменить взгляды девушки на семейную жизнь. Денис Казанцев снимает ироничное, легкое кино, но с ясным посылом. Пытаемся просто поговорить о том, что сегодня актуально, очень злободневно, когда, на мой взгляд, да, как бы вот этот институт семьи у нас так возрождается только, мне кажется, после долгих лет простоя. И вот, и отношение вообще к тому, что рожать детей или делать карьеру – это очень важный момент. Или там рожать детей, или жить для себя, а потом, может быть, заведем как собаку детей. Вот об этом мы пытаемся поговорить. Для Дениса Казанцева и его коллег это уже не первая игровая картина. В короткометражке «Мальчик Христов» и «Камень» собрали целую коллекцию призов на международных кинофорумах. Фестивальную жизнь начинает только что выпущенная лента спуститься до небес. В «Таракане» авторы специально ограничили себя. Все съемки проходят в одной квартире. Что получится, те, кто следят не только за голливудскими новинками, но и за аторским кино, узнают через несколько месяцев. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов, «Новости ОТС». В центре Новосибирска демонтировали главный новогодний атрибут – елку. Конструкцию разобрали за считанные часы, после чего отправили на склад. За ходом работ наблюдала Светлана Антимонова. На улице, под снегом, обдуваемой ветрами, вторую зиму именно эта зеленая красавица радует горожан. Специалисты говорят, еще хватит ресурса на третью, но елка уже поистрепалась. Украшала новогоднее дерево площадь перед оперным театром два с половиной месяца, а готовили его целый год. Сложность заключалась в том, что по-разному, в разных местах проводились и изготавливались элементы для изготовления этой елки, например, хвоя искусственная, которая была изготовлена вообще в Подмосковье. И это целый процесс работы с заказчиками, он, конечно, занимал очень большое количество времени. Установка и демонтаж елки – проект престижный, но трудоемкий. Задача – не повредить так называемые зеленые карты с искусственной хвоей. Цепляем карту в двух местах, чтобы несколько ячеек было за раз зацеплено, чтобы не порвать систему. Потом у нас появляется одна тянущая веревка, другая страховочная. То есть она под своим весом идет, ее главное теперь грамотно направлять, чтобы она не зацепилась за металлоконструкцией. Все, подаем помощникам внизу, и они уже подготавливают к транспортировке и складированию. Используют троллею и альпинистскую технику. За четыре часа удается снять почти все карты. Кстати, вес каждый – около ста килограммов. Если все правильно сделано, то работа не тяжелая. Ну, опять же, смотря какой груз. Но вообще задача такая, чтобы это все легко было и удобно. Дальше надо удалить игрушки. Они изготовлены из пластика, но некоторые все равно ломаются. Кстати, в этом году боя меньше, чем в прошлом, потому что лучше подготовили карты. Количество шаров на платформах разное. Хвоисты от высоты, они разного размера, у них разное количество. То есть на верхних, грубо говоря, может быть по 20, а на нижних по 40. Искусственную хвою надо очистить от пыли, высушить и только потом паковать для хранения. Из карт удаляют и живые ветки. Их добавляли для объема. Самый последний этап – демонтаж железной конструкции. Все, зеленая красавица будет ждать на складе будущего декабря. Часа, когда Новосибирск станет новогодней столицей страны. Когда в Новосибирске появилась первая новогодняя елка, точно неизвестно. Возможно, в 1936 году, возможно, в канун 1946 года. Про последнюю дату немножко больше, информации. Тогда на сооружение главной новогодней красавицы понадобилось 2500 живых сосен. И над ее сооружением работали военнослужащие новосибирского гарнизона Сибво. Главная новосибирская елка – путешественница. В 1992 году она снова сменила место расположения, перебралась в центральный парк. Случился экономический кризис, и у мэрии просто не было средств на большое сооружение. Выбрали пространство поменьше и елку поскромнее. На площадь Ленина елка вернулась в 2012. Тогда же залили большой каток и построили горки. Это нравилось всем, кроме автомобилистов, потому что приходилось перекрывать проезжую часть. Последние годы елку строят перед оперным театром. И сейчас она очень нравится и горожанам, и гостям города. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хорошего вечера и до встречи.